Югра Итог на табло Число пациентов с коронавирусом в Югре за неделю уменьшилось вдвое, а количество выздоровевших значительно превышает заболевших. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Лечение в стационарах проходят 299 пациентов. Это в 8 раз меньше, чем в пик распространения ковида. При этом растет уровень иммунизации. Полностью завершили вакцинацию против коронавируса почти 850 тысяч человек. Больше 40% прошли ревакцинацию. Однако, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, отказываться от масочного режима пока еще рано. Этот вопрос югорчане чаще всего задают специалистам в мессенджерах. Часто задаваемый вопрос по отмене масочного режима. Здесь могу ответить аргументом, который я уже произнесла. Это уровень заболеваемости УРВИ пока еще выше эпидемического порога по взрослому населению. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции превышает аналогичный период прошлого года в 2,7 раза и в 1,4 раза выше средненедельный показатель за вид 2021 год. Дни якутского балета пройдут в Югре. Самый дальний северный театр страны приехал к нам на большие гастроли впервые. Артисты привезли в Сургут три разных спектакля, чтобы показать всю палитру современного балетного искусства Республики Саха. К слову, выступают они со своим оркестром. Чтобы привезти 80-кубовую фуру с декорациями, костюмами и световым оборудованием, пришлось нанять чартер. Отмечу, с Республикой Саха нет прямого железнодорожного сообщения. Поэтому большие гастроли – это своеобразный вызов для танцоров и музыкантов. Все для того, чтобы югорские зрители смогли оценить поэтику якутской внешности и красоту классической хореографии. После длительных поездок в автобусе, в поезде, маленько уставшие приезжаем. Но когда мы выходим на сцену, эта усталость уходит с первыми аплодисментами зрителей. Я очень люблю зрителей. В этом театральном сезоне мы гастролируем в рамках больших гастролей в семи регионах Российской Федерации. Это беспреследие, такого театра больше нет. В нашей стране на данный момент сегодня наш 51-й театральный сезон. В конце этого года на сцене Большого театра состоится премьера национальной оперы «Нюргон Боттер» «Стремительный», которая приурочена к столетию вхождения Якутской ССР в Стасав России. Субтитры создавал DimaTorzok